Зарплата работников бюджетных организаций, вы знаете, что введены новые подходы к ее начислению. Задача нововведения сделать систему более прозрачной и понятной. При этом моим требованием, которое я озвучил публично, было не допустить снижения зарплаты ни на копейку. Лучше 10 копеек добавить к тому, что было, чтобы не было разговоров. В четвертом квартале прошлого года мы достигли уровня зарплаты бюджетников не ниже 80% от уровня зарплаты по стране. На 2020 год поставлена четкая задача сохранить эти показатели. Недавно мне докладывал министр финансов, и у нас не просто есть надежда, мы обязательно этот уровень сохраним. Для этого есть соответствующие средства. Зарплата учителя должна быть достигнута 100% от средней по стране, а врача 150%. Думаю, что если мы выведем учителя на 100%, учителя, а врача на 150%, это будет колоссальной победой. И при тех льготах, которые у нас существуют в обществе, начиная от коммуналки и других, льгот мы не самые худшие. Поэтому давайте будем честны и откровенны. Будем это делать спокойно. Даже если будет много денег, все равно надо делать спокойно. Нельзя вкидывать вот так деньги мгновенно, в больших объемах. Надо делать, как всегда в жизни. Тихо, спокойно, деньги не любят, шума и гвалта. И мы это будем делать. В целом, профсоюзом совместно с Министерством труда надо взять на контроль те организации, где уровень зарплаты ниже сегодня 500 рублей. А правительству поставлена год назад задача, нам надо сейчас посмотреть на зарплату, где зарплата ниже 500 долларов.